Мой наставник был в какой-то момент Саша Соколовский. Именно поэтому на меня нет разоблачения до сих пор. Легально, законно, до миллиарда рублей не подойдет вообще НДС. Чем больше АЭС меня копирует, тем больше он показывает тем, что я лидер рынка. Он просто башку разорвет. Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст Соломина, подкаст про бизнес, саморазвитие и образование. Сегодня у меня в гостях Михаил Гребенюк. Этого человека, я уверен, очень часто сейчас зовут на подкасты, и он многим отказывает. Но я очень рад, что он согласился и посетил мой канал. Я попытался вытащить максимум инсайтов из Михаила. И если кто-то не знает, кто такой Михаил, ну, вначале представится. Это человек, который взорвал в 2023 году своим личным брендом как предприниматель. Это человек, который суперски выстраивает отделы продаж. И это человек, который зарабатывает чистой прибыли 50 миллионов рублей в месяц. На себя тратит 10 миллионов рублей в месяц. И он платит все налоги. В общем, смотрите до конца. Я думаю, что для вас будет очень полезен этот выпуск. И пишите в комментариях, что вы уловили для себя. Поддержите этот выпуск высоким удержанием. Досмотрите его до конца. И я уверен, вы точно не пожалеете. Всем привет, ребята. Очень рад, что меня позвали выступить, пообщаться, подискутировать. Собственно, меня зовут Михаил Гребенюк. Мне 31 год. Я предприниматель. Семенин, многодетный отец. У меня четверо детей по годок. Старшему сыну 5 лет. Дочке 3 года, дочке 2 года и еще сыну 5 месяцев. Сейчас исполнилось вот недавно. У меня бизнес в сфере консалтинга. Консалтинг – это консультирование бизнеса в какой-то теме. И вот мы, конкретно наша компания консультирует малый и средний бизнес России и стран СНГ в вопросе построения делов продаж. Мы в этом очень неплохо разобрались, как мне кажется, за последние 10 лет. Мы построим в текущую секунду 600 отделов продаж. Что такое построенный отдел продаж? Это когда мы нанимаем туда продавцов, внедряем в сервис систему, скрипты продаж, регламенты, стандарты работы, внутреннюю академию, приборные панели для владельца, для топ-менеджеров. Выстраиваем команду топов, руку для отдела продаж. Словом, весь контур для того, чтобы в компании заявки, входящий в поток, клиенты обрабатывались более эффективно, и, как следствие, компания просто не теряла деньги и больше зарабатывала. Вот такой пич. Да, офигенный пич. И я сразу задам контекст, как в чат GPT. Нужно сегодня выдавать максимум инсайтов, полезной информации. Я думаю, ты и без этого бы это все делал. Я буду очень стараться. Я для наших зрителей, что мы будем стараться очень это делать. И первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, сколько ты сейчас зарабатываешь и тратишь на жизнь? Мы, кстати, недавно здесь тоже на студии Сейдария, мой ассистент, мы вчера себе буквально подбивали бюджет семейный. И вообще в целом мой, сколько у нас получилось в месяц, порядка 10 миллионов на всю историю. Ну, у нас достаточно большие косты, потому что я окружил семью и жену большой заботой. То есть у нас там в семье 6 нянь на 4 детей. Что надо посменно, чтобы всегда в доме 4 было. Мы им снимаем классную квартиру возле нашего дома, чтобы у них было хорошее настроение на работу ходить. И это тоже денег стоит. У нас 3 водителя в семье, у нас там 2 ассистента чисто на семью, которые обслуживают все бытовые вопросы. Это позволяет иметь определенную свободу в жизни. Я, допустим, могу себе позволить, имея 4 маленьких детей, не подстраивать расписание детей под себя и жену, и в любое время сказать, Кать, пошли на свидание, и мы легко идем на свидание. Поэтому я осознанно плачу много, но за эту свободу, за этот классный лайфстайл мы снимаем весьма недешевую квартиру, которая ежемесячно порядка миллионов рублей нам стоит. Это большой пентхаус с огромной террасой. Поэтому порядка 10 миллионов, наверное, выходит в месяц. Остальное это реинвестируется, как-то там тракится на какие-то, может быть, хотелки типа машин. А зачем снимать такую квартиру? Контекст важно задать? Моя философия такая, да. Вот, кстати, это большая проблема многих предпринимателей и тех, которых я учу, что вот есть два слоя у каждого человека. Это слой его текущего заработка и слой его текущего лайфстайла. И есть три фазы. Бывает, когда у людей их текущий лайфстайл отстает от заработка. То есть человек живет так, как будто он зарабатывает 500 тысяч, при этом зарабатывает уже 3-4-5 миллионов. Бывает, когда у человека один к одному. То есть он вот на что зарабатывает, ну, как бы примерно от такого уровня он и живет. То есть ты видишь человека и понимаешь, что его лайфстайл похож на ту сумму, которую он зарабатывает. Бывает, когда человек себе делает растяжку. Я все-таки склонен к тому, что когда ты на себя примеряешь новый уровень в плане лайфстайла, то расти получается быстрее и проще. Почему? У нас в голове есть, вот как в любой компании, такой здоровый, должен быть по-хорошему у владельца бизнеса два подчиненных. Это SEO, генеральный директор, и финансовый директор. SEO отвечает за всю операционку, за рост компании, за масштабирование, за стратегию и так далее. А Findir выделяет ресурсы. И специально разносятся эти два человека в компании для того, чтобы не было у SEO полной полномочия власти, чтобы он не мог под собой иметь абсолютный контроль и дичь не натворил. То есть ему на развитие нужны ресурсы, деньги. И финансовый директор их выделяет. И он не подчиняется SEO, он подчиняется владельцу компании. И вот SEO, написав даже крутую стратегию, он всегда приходит к Findir и говорит, дай мне денег на маркетинг, дай мне денег на команду. И Findir должен ассигнировать заявку. Он должен уверовать, что этот расход целесообразен. И вот я верю в то, что у нас в голове у каждого человека, тем более предпринимателя, сидит одновременно и SEO, и Findir. И валютой являются не деньги, а энергия, которую выделяет финансовый директор. И SEO – это человек, который определяет путь, развитие, цели, план пишет и достигает потом, он думает, это SEO. Но Findir тот, кто выделяет на это все ресурсы, жизненные энергии, чтобы это все состоялось. И если у финансового директора не будет объективной причины, а мне это зачем? Не моей жене, не моим детям, не моим сотрудникам, не миру помогать, а лично мне зачем это? То энергии будет очень мало. И я вижу повально огромное количество успешных предпринимателей, у которых не горят глаза, которые сдулись, выгорели, потому что они, на мой взгляд, очень сильно забивали на свой финансовый директор. Они находятся в житочайшем кредите по отношению к саму себе. И вот если человек ставит перед собой постоянный челлендж, постоянное примирение нового уровня, не тот, на котором он сейчас живет, а примиряет на себя лайфстайл нового уровня финансового, то рост возникает быстрее. Понятное дело, что, наверное, на цифре, ну вот по-разному я сейчас с большим количеством очень богатых людей разговариваю, и вот примерно все сходятся в одном, что после 100 миллионов долларов состояние, это такое состояние дает тебе при консервативном сценарии примерно 50 миллионов рублей чистой прибыли в месяц пассивного дохода, в месяц при консервативном инвестировании, в целом уже лайфстайл не меняется. То есть с полтинником ежемесячного пассивного дохода ты живешь примерно так же, как человек, который живет с 500 миллионами чистого пассивного дохода в месяц. Ты можешь себе позволить частные джеты, ты можешь себе позволить снимать любую яхту практически, можешь позволить себе любую квартиру арендовать или жить, любую тачку себе менять. Ну, условно. Единственная разница дальше меняется в том, что у тебя есть собственности яхта или самолеты, вертолеты, или ты их арендуешь. Но ты тоже жизнью живешь. И вот там уже, наверное, другие механики работают. Я пока не дошел, поэтому не могу пока сказать. Но могу точно сказать, что до полтинника даже активного дохода гарантированно, мне кажется, нужно себя челленджить и задавать себе новую планку и тратить много. Чтобы ты постоянно примерял на себя слой денег, который ты еще не зарабатываешь. И вот у меня сейчас есть ученики, в личной группе наставничества. У меня есть такая закрытая группа. Я ее веду там, для меня это как хобби такое. То есть она не составляет меньше 5% в моем личном доходе, даже, может, меньше трех сейчас. Но для меня это возможность выгружать мои инсайты, знания. То есть я как учу через обучение. Учусь сам лучше. И вот у нас там есть ребята, которым мы раз в три месяца встречаемся и ставим декларацию на три месяца, что они должны сделать, чтобы на новый уровень выйти. У меня есть цель, я хочу, чтобы там 30 человек дошли до 50 миллионов чистой прибыли в месячного дохода активного. Вот такой перед собой цель поставил и перед ними. И вот мы туда сейчас активно идем. Кто-то уже десятку, кто-то пятнашку зарабатывает, 20 миллионов рублей зарабатывает в месяц уже. Кто-то 30, кто-то 5. И там есть ребята, допустим, у которых сейчас уже есть десятка, пятнашка в месяц чистыми, стабильно. Но они живут как будто на полтора миллиона. Они выигрывают на полтора миллиона, они отдыхают на полтора миллиона в месяц дохода, они снимают квартиры на полтора миллиона. Я говорю, ребята, это полная отстойность. То есть вы себя не пампите. И они такие, вот у нас мало энергии. И мы им ставим цель поменять тачку. У нас один парень купил себе новую Audi SQ8. Там, запомнил, 10 миллионов рублей. И он, конечно, порадовался, но для меня это возврат долга. Ну, типа, он просто, его лайфстайл догнал его текущий доход. Он только догнал его. Он не вырос. И теперь, я говорю, надо новую покупать. Типа, теперь ставь себе цель, там, феру, там, не знаю, Porsche заряженный, там, ну, типа, ну, не знаю, что-то такое, что прям тебя вообще будут дровить с детства. Ну, если его тачки дровят. Его тачки дровят, я знаю. И он такой, вот, я еще пока на Audi не накатался. Я говорю, ты себя сейчас замедляешь. Ты должен был эту Audi купить уже себе 5 лет назад. Ну, там, или 3 года назад. И ты сейчас только, типа, вернулся на текущую планку, а не начал себя, как бы, разгонять. Представим, у тебя есть вопрос, и ты не знаешь ответ. Вы собираетесь группой из 10 человек, и каждый делится своим опытом и помогает решить тебе твою проблему. За 4 часа такой встречи ты уходишь с 9 разными гипотезами точечных действий на ближайшее время. Такой формат работы называется форум-группой. Он лежит в основе лучших бизнес-клубов мира и им пользуется для достижения больших целей и кратного роста сильнейшие предприниматели России, такие как Оскар Хартман, Татьяна Бакальчук и многие другие. Попробовать его можно в молодежном клубе Club First Future, который создал мой знакомый Виктор Львов. За год клуб Club First Future попал в шорт-лист сообществ по версии Forbes. Провел 50 мероприятий, его участники реализовали проекты на 100 миллионов рублей, побывали в Дубае, Сочи, на Бали, выступили на ПМФ и в Сколково. Помимо того, что это суперкрутая движуха и я рекомендую вам вступить в этот клуб, ребята регулярно проводят закрытые встречи с крупными российскими и мировыми предпринимателями. Они делятся своими уникальным опытом, ключевыми решениями и осознаниями, которые сделали их звездой предпринимательства. В гостях у клуба Club First Future уже были Александр Цыпкин, Алексей Репик, Юлия Хлуднева, Шерзот и Барно Турсуновы и многие другие. Чтобы узнать о всех возможностях клуба и записаться на бесплатную экскурсию, переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и оставляйте заявку. В конце анкеты вас ждет чек-лист со встречи с долларовым миллиардером из списка Forbes Романом Троценко. Для зрителей моего канала еще один бонус. Президент клуба Виктор Львов выделил 5 мест на ознакомительный форум, где вы сможете решить свой личный или бизнес-запрос, который не давал вам перейти на следующий уровень. За каждым успешным предпринимателем стоит однажды принятое смелое решение. Не упустите свое. Ссылка в описании. На самом деле это очень круто. То есть ты выделяешь себе контекст, то есть снимаешь какую-то очень крутую квартиру, чтобы понимать, на что тебе зарабатывать, на что выделять энергию. Ты примеряешь на себя новый слой. Да, но как тут найти баланс? Между расточительством и примерять на себе новый слой. А как ты понимаешь слово расточительство? Для тебя это что такое? Ну, когда человек начинает очень много тратить, не рассчитывая свой бюджет. То есть он начинает тратить столько же, сколько зарабатывает, ну или даже больше, то есть уходя в какие-то кредиты. Ничего при этом не откладывая. Я думаю, что это не расточительство. Для меня это не про расточительство. Ты контролируешь финансы. Но, условно говоря, у тебя лежит миллион рублей, и ты думаешь вложить его в очередной станок, или купить тебе первый раз в жизни классный отпуск. С точки зрения Excel станок побеждает. С точки зрения жизни побеждает отпуск. Потому что если у тебя будет станок, но не будет энергии, ты не будешь расти. Если у тебя есть Мальдивы, или там какой-нибудь классный отпуск за миллион, ты с такими глазами приедешь, заряженными, что ты найдешь инвестиции на станок, если он реально окупаемый. Да, у тебя будет меньше прибыли, но ты быстрее раскрутишься. Потому что ты будешь на работу идти с очень понятным ответом, зачем ты все это делаешь. То есть, по твоему опыту, энергия была всегда важнее? Да. Чем станок? Мне спрашивают. Я только в этом году начал инвестировать деньги, сформировать пассивный доход. То есть, у меня начали какие-то деньги откладываться, копиться, излишки и так далее. До этого я все тратил в хотелки. И мне говорят, как ты не инвестируешь? Я считаю себя профессиональным инвестором. Я профессиональный инвестор в собственное состояние. И мое собственное состояние всегда мне давало больше доход, больше возврата инвестиций, чем какой-нибудь, не знаю, вклад в Сбербанке или квартира в Жлебино в сдачу в аренду по подъезду купить. А сколько ты откладываешь сейчас? У меня нет такого жесткого процента. То есть, я себе ставлю цель, сколько хочу откладывать. Ну, мы с Дарьей вчера бюджет собирались, сидели, когда мы поставили себе цель за ближайшие полгода в месяц вкладывать по 100 тысяч долларов инвестировать. Задача каждый месяц 100 тысяч долларов инвестировать во что-то, в какой-то концентрированный пассивный доход. То есть, я правильно понимаю, что стоимость аренды вашего жилья не должно превышать 10% от вашего дохода? Да, это все... Да, ну, то есть, у меня бывали периоды, когда мы снимали квартиру, которая формировала 25% моего текущего дохода. Даже 30% бывало. Но я там за пару месяцев дел так вырастал на этом состоянии, что это формировалось в 5% или в 10%. Всегда переезд в новую тему был болезненным, но давал такой буст адреналина и энергии, что очень быстро он прощался в комфортную рутину просто по типу суммы. А допускаешь ли ты, что это ошибка выжившего? То, что это ты такой крутой, у тебя уникальные навыки, и только у тебя так получается, а у других, скорее всего, так не будет работать? Я думаю, что нет. То есть, ты с кем-то взаимодействовал? Обычно у них работала эта схема, как у тебя? Да, вопрос еще раз. Адекватность и здравого смысла. Ну, то есть, я, например, сейчас не покупаю себе Boeing в рассрочку. Но я сейчас не могу себе позволить купить самолет. Пока что, да? Я не могу себе позволить купить вертолет даже. Ну, то есть, несмотря на то, что нормальный вертолет Робинсон стоит миллион долларов, то, ну, как бы это сейчас болезненная трата. То есть, в соотношении с другим этим слоем жизни у меня есть задача купить вертолет, то, что я хочу летать там на классную дачу в одной определенной локации под Суздарем, где я там вырос. И туда логистика тяжелая, а на вертике туда лететь час лететь от Москвы очень удобно. И там место силы такое мое. Но я считаю, что пока я не заработал на вертолет. Или там мне очень сильно нравится, вот вышла Lamborghini Countach, новая там год назад, да, она стоит там 3 миллиона евро, там 300 миллионов. Ну, наверное, какую-то рассрочку технически я могу себе сейчас позволить это купить, но это нецелесообразная трата. Она неадекватна моему текущему доходу, и я пока ее не беру. Хотя это тоже было бы классно. Но, допустим, поехать в Италию на выходные и взять ее там в аренду, если это возможно, или какой-нибудь там Aventador классный снять последние модели из VG, это прикольно. Это может быть растяжкой. Или там вертик не купит, но снять в аренду. Я могу себе это позволить. Частник не покупать пока, да, самолет, собственно, стоит там порядка 2 миллиардов рублей. Но я могу себе позволить его арендовать. Да, это недешево, да, это жестко, там 20-ка в один конец. До Мальдив, но это такая растяжка прикольная. Я думаю, твои результаты к 31-му году уже вдохновили наших зрителей, которые впервые тебя увидели. И теперь я перейду к следующему вопросу, который очень интересен и лично для меня. Это в какой-то степени разбор будет. Представь, что ты сейчас в 2023 году, тебе 20 лет. Ну да, мы сейчас в 2023 году. Давай даже 2024 дадим за дел для нашего подкаста на будущее. Мне 20 лет. 20 лет, да. Ты сейчас в Суздале. В Суздале. В Суздале, да. Жестко. И у тебя цель заработать как можно быстрее первый свой миллион рублей. Что бы ты начал делать? Я думаю, что первое, я бы принял решение оказаться в событийном потоке, где вероятность заработка миллиона рублей выше. Технически, ну, в Суздале, к сожалению, среди того, что город невероятно красивый, там много церквей, там много гулял, и я там все детство провел, там праздник огурца знаменитый, каждый год проходит летом. Но там очень низкая вероятность, там можно заработать миллион рублей, но это низкая вероятность. Потому что миллион рублей прибыли для горожанина Суздаля это космические деньги, даже для Владимира. Для Москвы это большие деньги, но они более реальны. Поэтому, наверное, первое, что бы я сделал, я попытался бы переехать из Суздаля в Москву. Я бы сформулировал какой-то себе доход, устроился бы на работу просто там бизнес-ассистентом каким-нибудь, к очень крутому заряженному предпринимателю, и пытался бы этот доход как-то мультиплицировать в найме. Вообще, как бы стратегия такая. Я понимаю, что я сейчас советую ее с колокольней 31 года. И, конечно же, в 20 лет я хотел не такие слова услышать. Но если кто-то этим вдохновится, да, и, ну, это, мне кажется, будет прикольно. Вот такая мысль, что до 20 лет человеку важно поймать волну какого-то первичного успеха, чтобы просто поверить в свои силы. Там, да, это, вот у меня это были бальные танцы, спорт, у кого-то, может быть, какой-то контрстрайк, чемпионат по району, это может быть олимпиада выигранная. Ну, вообще, прикольно, если человек до 20 лет в чем-то победил. Это просто формирует его характер, умение дожимать. До 30 лет. Извини, сразу прибью. А у тебя было что-то к 20 годам помимо бальных танцев? Бальные танцы. Первое, я мастер спорта, третья пара Москвы, топ-50 пар мира входил из 5000 пар. То есть не супер выдающаяся карьера, но неплохая. В целом неплохо танцевал, я бы сказал так. Потом у меня был уже успех, заработка собственных денег весьма неплохой. То есть я там порядка 200 тысяч месяцев зарабатывал сам на тренировках, на преподавании истории, на создании образов стилистом. Работал на турнирах по танцам, прически мальчикам делал турнирные. Вот. Плюс я реально заманячил. Я в 11 классе принял решение поступать на историка. И я не знал, я принципиально не из них учил историю. Считал, что она вообще не нужна никому. И вот я влюбился в историю в октябре 11 класса. И за 8 месяцев я выучил историю так, что я написал лучший ЕГЭ по истории в школе, в гуманитарной гимназии. И на первом месте я поступил, побывал на университет. Пускай пилологически, наверное, там, крутой в УСИП МГУ, я бы поступил далеко не на первом. И, возможно, я бы не поступил на бюджет. Но здесь получилось победить. Поэтому до 20 лет, мне кажется, важно какую-то победу испытать ребенку, ну, молодому человеку. 20-30 лет – это период накопления компетенций. Задача в этот период, на самом деле, если мы говорим про не быстрое богатство, а богатство навсегда, вот это мой девиз, да. Нет цели разбогатеть быстро, а есть цель разбогатеть навсегда. И вот это очень такая важная формулировка. Очень много людей, кто взлетали и падали. А вот что в фундаменте должно быть, чтобы точно безоткатная была история. И вот 20-30 лет, наверное, это путь главный не про заработок денег. Это, безусловно, деньги будут. Фишка в том, что если об этом думать, то деньги автоматом будут приходить. И то, про что мы с тобой даже перед началом подкаста говорили, тебе 22 года, ты там классно развиваешься, ты там занимаешься личным брендом, ребят. Задача до 30 лет – стать топ-1 или одним из лучших в чем-то в мире. То есть ты должен набрать, по сути, это этап набора компетенций. Вот я до 30 лет набрался убер-компетенций в продажах, в отделах продаж. Все это, я, может быть, не самый лучший в мире, но я точно вхожу в 1% людей на земле, кто в отделах продаж понимает больше, чем остальные 29%. Кто-то там разбирается в Ютубе классно, кто-то в блогинге, кто-то в наставничестве, кто-то в личных брендах, чем ты решил заниматься пока, если там решишь, чем продолжать заниматься. Кто-то в маркетинге, кто-то в переговорах, кто-то в финансах решил разобраться, кто-то в брокеридже решил разобраться, там работал, медицинским банкиром работал. Ну вот. И если ты к 30 годам приходишь в жизни с каким-то супер-уникальной компетенцией, ты уже точно будешь небедным. Я думаю, что ты уже точно будешь зарабатывать очень хорошие деньги. Там на жизнь, там с маслом, с икрой, да, возможно, с черной тебе точно будет хватать. Если мы говорим дальше, 30-40 лет – это путь реализации возможностей, а возможности приходят к нам через события, через людей. Это способность видеть возможности в происходящих событиях в мировых и правильно строить отношения с правильными людьми. Если брать события, почему так, как рассуждают, то любое событие мировое, оно меняет баланс интересов. Оно всегда сдвигает куда-то баланс интересов, значимости человека. То есть какая-то группа лиц от этого всегда побеждает, какая-то проигрывает. Например, началась пандемия. Нейтральные события вроде бы, да, но она сдвигает интересы. Все турфирмы вымерли, внешний рынок туристический вымер, внутренний начал активно расти. Сочи в космос полетела, да. То есть, очевидно, кому-то плохо, кому-то хорошо. И вот твоя задача – мониторить события и смотреть, где тренд меняется после любого события. И туда активно идти. Или правильно строить отношения с людьми, и через людей будут приходить возможности. И эти возможности уметь реализовывать. Это до 40 лет. Это путь максимализации богатства. 40-50 лет – это путь репутации. Это путь, когда ты должен зачетко работать на тебя. То есть, ты уже здесь такой твердый тип, и уже к тебе возможности приходят, ты помогаешь их решать, и за счет этого зарабатываешь. 50-60 лет – это путь здоровья. Это уже удержание того, чтобы ты просто хорошо чувствовал себя и не потерял то, что ты заработал за это время. Ну, дальше уже кайфовать, внука воспитывать. У каждого из нас есть свои амбиции, мечты, цели, которые мы пытаемся осуществить, и все они связаны с самореализацией. Поэтому люди получают образование в лучших университетах мира, строят карьеры в известных компаниях и мигрируют в другие страны. В современном мире для достижения успеха важна свобода во всех ее проявлениях. И свобода передвижения, свобода в правах на получение образования, свобода в возможностях открытия ведения бизнеса предоставляют статусы резиденства. Они дают законные основания на беспрепятственное пересечение границ между странами. И возможность находиться на территории выбранной вами страны столько, сколько это необходимо для учебы, работы или ведения бизнеса. И я хочу рассказать вам про один из таких статусов, который позволяет делать все, о чем я упомянул, на территории стран Евросоюза. Это ВНЖ Венгрии. Для оформления ВНЖ Венгрии потребуется минимум документов. Не нужно учить язык или сдавать экзамены. За короткий срок вы получите статус резидента на 2 года с правом продления, а через 3 года вы уже сможете оформить ВНЖ. Оформив ВНЖ можно свободно пересекать границы стран Шенгенской зоны, поступать в учебные заведения Евросоюза, открывать новый бизнес или масштабировать имеющийся, и воплощать свои самые смелые идеи и мечты в жизнь. Оформить ВНЖ Венгрии и не только, можно обратившись к опытным специалистам компании iWorld. По ссылке в описании можно записаться на бесплатную консультацию и узнать все возможности, которые открываются обладателем данного статуса. Мне сейчас будет сложно уточнять про 40, 50 и 50, 60 лет, но мне очень интересно узнать про путь до 20 лет, как найти дело, в котором ты можешь получить какие-то результаты. То есть для многих проблема неопределенности существует до этого возраста. Я думаю, что здесь нужно... Я бы действовал по принципу не попытки найти дело. Вероятность найти собственную тему, которая будет крутой, в таком раннем возрасте, крайне низка. Потому что очень низкая насмотренность о мире и очень пока слабая связь с телом и очень слабая связь с интуицией. Она приходит только с опытом и годами. Поэтому я бы попытался бы оказаться в позиции по отношению к миру, где у меня максимум накопленного потенциала к моменту, когда он будет нужен. И тогда будет все взрываться. И как раз таки для этого нужно подумать. Я бы подумал, какие навыки, какие знания всегда будут ликвидны вне зависимости от времени и возраста. Это навык продаж. Если мы говорим про большие деньги. Я знаю, что, мне кажется, 98% успешных людей, которые заработали очень большие деньги или зарабатывают большие деньги, они очень сильные переговорщики и продавцы. Поэтому навык продаж очень сильный. И я бы точно до 20 лет пошел в отдел продаж шарашить какой-нибудь самый лютый колл-центр, где тебя прям нахер посылают каждый день. Вот прям вот такой бы пошел. Потому что это такая закалка, крутая характера, способности настраивать людей на нужное настроение, на эмоциональный тон, заряжать их, продавать. Это, мне кажется, лучше школы, может быть. Тогда почему ты выбрал бальные танцы и историю? Я случайно попал в бальные танцы. То есть в 7 лет. И просто я ими занимался до 18-19 лет. А история... Потому что я хотел быть тренером по танцам. Я не знал, что вообще есть бизнес в мире, такая тема. Я думал, что бизнес – это только кто-то из 90-х, кто там связи имеет, и он заработал на заводах, пароходах, деньги огромные. Я не думал, что можно зарабатывать деньги, воронка им продаж. Я думаю, у многих до сих пор такое мнение. Ну да, то есть как бы так и есть. Ну, на самом деле, если разобраться, то действительно же там 90% денег нашей страны скоплено у 5% населения. И это люди... В этом 5% населения, 70% из них, примерно 80%, это люди, которые заработают деньги в 90-е. Поэтому, конечно же, стереотипное мышление, оно рождается из фактов. Но, тем не менее, есть возможность заработать хорошие деньги, если есть мозги на плечах. Ну, мне кажется, получилось так, что в 7 лет ты выбрал какую-то сферу, независимую от тебя. Случайно, да. Мне понравилась девочка. Я пошел в танцы, занимался по танцам 13 лет. Да, и история, потому что в педвузе нет факультета танца. То есть если бы в педвузах был факультет танца, я пошел бы на него. Но я пошел на историка, потому что просто история нравилась, и надо было хоть... Я подумал, надо педобразование получить, но в идеале, чтобы меня 5 лет не бесило то, что я учусь. Но учитель математики не хотел быть. История, хотя бы просто прикольная история слушать. Никита, каждый день Netflix на лекциях. Как там, какой король, кого убил. Но если отойти немножко от продаж, то независимо от того, какую ты сферу выбирал, ты добивался максимальных результатов. То есть ты пытался заманьячить, да, как ты обычно говоришь, эту тему. Да. То есть, по идее, люди, которые сейчас занимаются каким-то делом довольно долго, они должны попытаться стать лучшими, чтобы получить какие-то... Ну, вот наша аудитория этого видео... Думаю, 20-25 лет. Многие ребята. Я поэтому, да, испрашиваю. Я думаю, что я бы точно дал совет прочитать книжку Малькольм Гудуэль «Гений и отсайдеры». Очень крутая книга, она на меня очень сильно повлияла. Это американский социолог, который провел большое исследование, почему одни люди становятся супер успешными, а другие нет. И он открыл там определенные закономерности, которые вообще, ну, нелогичны, на самом деле, они есть. Например, он приводит пример, что большинство IT-гигантов и миллиардеров типа Билла Гейтса, Стива Джобса и так далее, они все родились плюс-минус 3-4 года, и у них пик их мозговой активности 22 года выпал на рассвет компьютерной индустрии в мире. Его гипотеза, что если бы Гейтс или Джобс родились на 10 лет раньше или 10 лет позже, возможно, они бы не были миллиардерами. То есть они попали просто в правильное время родились. Там основатели Oracle, там все крупные корпорации, они тоже ровесники плюс-минус все. Если взять хоккеистов НХЛ американский, то львиная доля звезд НХЛ родились в январе месяце, январь-февраль. Почему? Потому что сезон переход в категорию юниоры, взрослые, молодежь переходит по новому году, по первому января. И получается, что ребенок, который родился в декабре месяце, он в возрасте 13 лет или 12 лет физически на год менее развитый, чем ребенок, рожденный в январе. А значит, он на хоккее менее устойчивый, менее выносливый, более поддающийся издевательствам, избиением, там, клюшкой. И автоматом просто дети, которые рождены в январе и пошли в НХЛ и в хоккей играть, они выглядят более выигрышным на поле, на льду. И автоматом их чаще видят тренеры, их больше промоутируют, они быстрее выбиваются в люди, в звезды и так далее. Вот пример. Это же не про манячество, это просто в правильной теме оказался в правильной конфигурации. И Рем приводит пример, что вот вторая ветка там его, что для того, чтобы был успех, сейчас я подытоживаю, идея в том, что там примеров много, он доводит, что важно оказаться в труе, это первая мысль. Но вторая мысль, ключевая, что нужно темой заниматься 10 тысяч часов. Он приводит пример, что если ты занимаешься какой-то темой 10 тысяч часов, это примерно 10 лет. Если посчитать, то есть, допустим, в среднем, вот у меня в году я посчитал примерно 1840 рабочих часов. Условно говоря, там, ну, это там 184 рабочих дня, как я бы хотел жить, по 10 часов. Ну, то есть, условно говоря, в год у меня там 2000 часов. Я в них активно занимаюсь продажами минимум половину часов. То есть, 1000 часов в год примерно, да? 10 лет. Вот, 10 лет, 10 тысяч часов. То есть, его идея в том, что если ты какой-то темой занимаешься 10 тысяч часов, то ты в ней либо лидер уже, либо ты точно входишь в 1% самых совершенных людей. И как тебе стать номером один в личном бренде в России? И чтобы у тебя учили все звезды и все блогеры через 10 лет? Ты теперь понимаешь? 10 тысяч часов потратить. Тебе нужно просто, вот вокруг будут криптовалюты взрываться, маски-антисептики продаваться, будет бум, рассвет онлайн-школ. Какие там еще у нас были тренды? У меня сейчас, кстати, онлайн-школ тоже развивается, но по Олимпиадам. Да, а сейчас Вадберис, ВБшечка прет, да, вокруг. Вот все вокруг будет срываться, золото сыпаться градом, люди будут богатеть, беднеть, вот это все будет происходить, твоя задача надеть на себя, как на коня шоры и 10 тысяч часов заниматься одной темой. Фишка в том, что все эти люди, они взлетают, как свечки, и угаснут. А ты фундаментально всегда растешь. И тебе никто не скинет с пьедестала. А как держать фокус только на одном деле? У меня возникает ощущение, что нет диверсификации какой-то. И как будто бы нужно параллельно еще что-то делать. Да, проблема в том, что с точки зрения личного развития и финансового успеха диверсификация деятельности убивает его доход. В этом проблема. То есть у тебя никогда не было параллельно много компаний, деятельности? У меня была вторая компания три года назад. И я считаю, что и этой компании тяжело. Если бы она была только одна, она бы росла быстрее. И если бы у меня моя первая резолтинг была бы одна, тоже была бы и быстрее росла. А почему тогда существуют серийные предприниматели? Или пример с Илоном Маском, у которого куча компаний, и он их как-то умудряется взращивать? Я думаю, что это нерелевантное сравнение. Потому что одно дело, когда ты серийный предприниматель, имея миллиард долларов на счету, и имея кучу ресурсов, команды, связи и возможностей, другое дело, когда ты с голой жопы и СУЗ дали парень, и ты серийный предприниматель. Если вспомним историю Илона Маска, первая компания, на которой был суперсфокусирован, была компания PayPal. И он только ей занимался. И пока он на ней не сделал кэш-аут хороший, он не занимался сразу Теслой, SpaceX, Solar и другими компаниями. То есть это, скорее всего, период 30-40 лет, когда ты уже можешь становиться... Кого-то и в 50 может начаться, если он опоздал. Ну, как бы... Кому-то и в 60. Ну, там, Рэй Крок вообще выбрал Макдональдс только после 50, по-моему, или 40. Чем-то летом был. Там, полковник Сандерс, KFC там тоже поздно запустил. Это неважно. Важно, то есть я искренне верю, что фокусировка в одну тему дает тебе богатство навсегда. Как эту тему выбрать? Ну, наверное, чтобы она нравилась по-хорошему. Но мне повезло, что продажи нравятся. Если тебе нравится личный бренд развивать, ну, просто если ты будешь заниматься на 10 тысяч часов, я уверяю, что через 10 лет мы с тобой где-нибудь случайно встретимся, и ты скажешь, мои клиенты – первые лица государства. Просто потому, что у других людей нет такой опыта. Потому что ты за 10 тысяч часов будешь понимать в этой теме нюансов больше, чем кто-либо. Пока ловлю инсайты только я. Надеюсь, зрители тоже. Это очень круто. Мне очень нравится. Ты сказал, что необходимо переехать из Суздаля. Ну, первое. Ну, я бы это сделал точно. Да. Неужели невозможно зарабатывать как-то дистанционно? Можно. А еще раз, мы же говорим про вероятности. То есть я в бизнесе не играю в точные решения. Я играю в вероятности. У меня нет задачи угадать точные решения. У меня есть задача поместить себя в среду, в которой вероятность успеха максимально. Так же я делаю с сотрудниками. Когда я качаю своих ребят в компании топе, я не пытаюсь дать им готовые решения одно, два, три. То, о чем я постоянно думаю, в какую среду мне нужно поместить человека, что в нем он будет гиперэффективен. Что это за среда? Этой средой может быть его окружение, его наставники, его учителя, его тусовки, его место жительства, его курсы, его рефлексия, его хотелки-цели. Это все среда. Его книги. И я не даю решения сотрудникам. Я помещаю, я думаю про среду. И в этой среде они сами дадут решения, которые мне нужны. И так же я делаю с собой. Я не пытаюсь понять, я не ставлю себе вопрос, что мне сейчас нужно делать. Я никогда так себя не спрашиваю. Я спрашиваю, в какой среде мне нужно находиться, чтобы я точно делал то, что нужно. Этой средой могут быть наставники, клубы, предприниматели, люди, подкасты и так далее. То есть, если даже ты работаешь дистанционно и переезжаешь из Суздаля в Москву, у тебя там будет окружение, которое будет оказывать положительное давление. Ты можешь находить в Суздале или в любом другом городе и оказаться в правильной среде, но это будет просто с точки зрения теории вероятности сложнее сделать. Ну, то есть, очевидно, что тебе придется... Ты можешь жить в Суздале, но логично, что ты, скорее всего, все тусовки с людьми масштабнее себя будешь находить либо в онлайне, в зуме, либо тебе придется кататься. Но кататься, логистика будет разрушать твой временной слой, потому что ты будешь стоять слишком много времени на логистику, при этом которая не очень комфортна, она будет уничтожать твою энергию. Поэтому это тупо невыгодно финансово находиться в этом месте, если мы говорим про большой успех финансовый. Это не значит, что потом ты не можешь вернуться в Суздаль. Когда ты встал на ноги, когда у тебя пошел доход, и ты хочешь свой город развивать, если бы я был родом из Суздаля, и я бы вырвался в люди, зарабатывал бы деньги, я бы вернулся в Суздаль, и я бы сделал все, чтобы городу было прекрасно. Фишка в том, что для того, чтобы сделать своей родине круто, тебе нужно с ней уехать. И тогда ты вернешься туда человеком с ресурсами и сможешь реально ей помочь. Помогать своему Суздалю с голой жопой, но такая себе история. И ты сказал, что пошел бы работать бизнес-ассистентом на первую. Это опять же про навыки. То есть навык какой первый? Первый – это продажа переговора. Я бы точно пытался бы это сделать. Потом я пытался бы каким-то образом стать любым управленцем, взять себе людей в подчинение и окружить себя опытными управленцами, чтобы научиться управлять людьми. Это в целом важный навык для построения систем. Если мы говорим про предпринимательство, а не инвестиции. И третье – я бы как ветку тоже, может быть, рассмотрел бизнес-ассистентом вместо продавца и туда потом рост в управленца. Потому что это два базовых навыка. Продажа, переговоры и управление. Без них невозможно построить систему и продавать. Пока это звучит очень абстрактно, как именно стать управленцем. То есть... Ты просто крутой продажник, и после этого, как только ты крутые показал результаты системно 2-3 месяца подряд, ты просто идешь к самому ропу или директору и говоришь, я хочу быть управленцем, дайте мне возможность. И ты начинаешь уничтожать просто его расписание своими запросами на управление. И рано или поздно он сдастся. Не один раз, два, три, пять, десять раз. Ты просто изнасилуешь его расписание, и у него нет шансов тебе не дать опыт управления. Даже без повышения оплаты твоих услуг. Я бы сказал, если я что-то из себя представляю, я бы сказал, дайте мне условия, которые вы считаете справедливыми. И мне дали бы точно справедливые условия. И я бы не спорил. Но я бы сказал, моя задача, вы мне даете условия, но вы мне даете помимо условий возможность с вами раз в месяц обедать или ужинать. Мне нужно в месяц, полтора часа вашего времени. Я без этого не стал руководителем. Мне нужно понять, что в вашей голове. Эта наглость, желание голодно впитывать знания руководителя, она соблазнит любого управленца. Потому что в компаниях дефицит людей с таким настроем. Эти люди, потенциальный путь, даже, скорее всего, ты потом можешь не откроется в бизнес. Вероятность такого движения младший партнер с долей в бизнесе. А у босса, к которому ты приходишь с таким предложением, не могут возникнуть мысли по типу, он потом уйдет из компании и сделает гораздо более конкурентную штуку, чем у меня. А могут возникнуть, если это человек маленького калибра. Почему маленького калибра? Ну, потому что, ну, у меня принцип компании такой. Я лучше буду развивать всех людей, и кто-то уйдет, чем я не буду развивать никого, и все останутся. То есть, так будет выше вероятность успеха в любом случае. Человек уходит открывать собственный бизнес только по одной причине. Потому что ты не заметил вовремя момент, когда он был готов быть предпринимателем, не дал ему эту возможность. По факту, если у тебя топ-менеджер супертвердый, сильный, адекватный, амбициозный, благодарный, отдающий, и он хочет идти в собственный бизнес, это идея, это уникальная возможность, это уникальный шанс. Ты просто говоришь, давай вместе чем-то замутим. Ты даешь ему свои знания, опытные покорительства, инвестиции, ресурсы, тему, а он останется с его с младшей долей. Космос вообще. Космос. Владимир Седов построил так кучу бизнесов, Оскона. Все его партнеры, это его топы. Это мой путь, я хочу так двигаться. Ты сейчас так делаешь? Ну, пока нет, пока не доросли ребята, но я открываю эту перспективу ребятам. Я говорю, что я реально с вами, ребят, говорю, я с вами навсегда. Вы должны относиться к тому, что я с вами навсегда, и вы со мной навсегда. Все, мы с вами всегда будем богатыми. Просто держитесь со мной рядом, и я сделаю вас с вами богатыми людьми. Не важно, какая позиция. Давай еще более конкретно попробуем обрисовать ситуацию. Человек из Суздаля приезжает в Москву, устраивается продажником. Как ему стать самым крутым продажником? Сколько это может занять? Простое решение. Я думаю, два месяца. Два месяца. Что ему нужно делать? Его задача найти своего руководителя, взять руководителя и сказать, я хочу быть самым крутым продажником. Я буду грызть землю, я буду делать все, что мне скажете. Вот можете мне просто коучат наставлять и искренне стараться и делать то, что тебе сказали. Вообще ничего не придумывайте. Не посаботировать. Нету такой роскоши у тебя в 20 лет, как скепсис. Нету такой роскоши, как обесценка идеи и советов руководителя. Нету такой роскоши, как спорить. Ты просто берешь и делаешь тупо то, что тебе сказали и благодаришь за все. Я просто так сделал. Я устроился, работал с менеджером продажа. Я через месяц был лучшим продавцом. Я в первый же месяц продаж сделал рекордную за всю историю компании продажи. Без опыта в продажах. Просто сделаю то, что мне сказали. Мне сказали, вот тебе Excel, вот трубка, вот тебе продукт, который продавать, вот как надо говорить. Я такой, поехали. Я за первый же месяц сдаю 400 тысяч выручки в тренинг компании. Как думаешь, почему именно у тебя так получилось? Мне просто было очень надо. Я просто не хотел жить в жопе. Понимаешь? Вот и все. Единственная проблема. Мне просто было очень надо и очень много людей у них просто не надо. Просто им... Почему я сейчас у тебя на подкасте? Я начал отказывать людям. Я перестал ходить на все подкасты подряд, как это было полгода назад. Тебе просто было очень надо. Тебе было так надо, что ты меня встретил на улице у машины. Ты меня ждал, видно, что тебе было холодно и мне немножко опоздали из-за пробок. Но тебе было очень надо. Ты провел меня, ты напрягался, видишь, что ты стараешься, видишь, что тебе важно, видишь, что ты переживаешь. У казахов есть прикольное Такое выражение на казахском Типа, не важно, как ты кипятишь чай Важно, как ты кипятишься Когда к тебе гости приходят Ты очень кипятишься И поэтому я здесь Мне хочется тебя поддержать Ну да, это же видно Я хочу тебя поддержать Вдохновить, давай, это красава И очень много кому не надо Люди пишут, давай, приходи Я такой, ну приду как-нибудь в следующую жизнь И также менеджеры продажа Они могут Кому-то очень надо А кто-то пришел просто получку зарабатывать Поэтому они растут Как думаешь, какие были ключевые качества По которым у тебя получалось сделать Такие классные результаты Что тебя выделяло на фоне остальных продажников Помимо того, что тебе было очень надо Я думаю, это все Это ключевое Да, два Первое, очень надо И второе, слепая вера наставнику Все, больше ничего не надо Но мне кажется, тут повезло с наставником Любой человек, имеющий факт Больше тебя, твой наставник может быть Любой Кто-то говорит Я бы хотел, чтобы ты был мой наставником Но фишка в том, что Если сейчас я буду наставником Для пацана 20 лет Его разорвет нахрен, понимаешь Просто ему башку разорвет Ну он не справится У него будет передоз информации И мне будет скучно Но я буду ему говорить Давай, чувак Подумаем, как тебе вот Нанять первого сотрудника Переодолею свой страх Ну блин Ну почитай книжки Но есть люди, которые год назад Прошли этот путь И они с удовольствием Поделились бы этим опытом Поэтому когда к ним подходят люди С небольшим уровнем Говорят, я хочу, чтобы ты меня наставлял Я говорю, супер, я готов Первому тебе совет наставника Найди себе наставника по плечу Они говорят, я хочу, чтобы ты был Я говорю, ты уже не готов быть моим учеником Я тебе как наставник Говорю совет первый Найти наставника Я не думаю, что я их сливаю Слепая вера должна быть Да, а эта фишка в том, что я Реально самый точный совет Ему сейчас нужен наставник Который не имеет такой загрузки, как я Готовый с ним заниматься Больше, чем я Готовый разжевывать все Больше, чем я Я этот путь прошел Я таких людей кучу вырастил Но сейчас там типа Я уже стараюсь там меньше времени оптимизировать Но там точную фразу кинул И человек там плюс миллион Плюс два, плюс три, плюс десять Но я не нужен такому человеку сейчас Ему нужен другой И поэтому я искренне говорю Чувак, тебе не нужен Я нужен другой Он говорит, ты мне сливаешь И обижаются Ну типа, ну Неготовность просто воспринимать Советы как есть Для многих может быть неочевидно Как наставник может В целом улучшить твои результаты И прогрессию Как родитель может Научить ребенка ходить Очень просто Учить ходить Или забить болт и не учить ходить Ты тоже пойдешь Ну просто на год позже На два года позже Как родитель может научить Ребенка читать, писать Может научить А может не учить Но школу научит Ну просто будет сложнее Как наставим Вот так и научат Можешь рассказать Как у тебя был подход Выбран наставник Как это происходило? Любой человек с фактом Больше моего Мой наставник То есть в теме Которая мне интересна Можешь рассказать У тебя был какой-то Наставник по Ютубу? Да Конечно Что это? Кто это? Ну Мой наставник по Ютубу Был в какой-то момент Саша Соколовский Ну то есть Причем наставничество Длилось один вечер Один ужин Объективно, реально Мы с ним сели И он мне за час рассказал Ключевые смыслы И что он понял про Ютуб Я их применил У меня все полетело И я не могу не спросить Какие-то ключевые инсайты Которые ты для себя Тогда вынес Потому что В 2023 году Он у тебя Действительно полетел Он начал Очень круто набирать Можешь рассказать? Он говорит, что Мы изучали опыт Всех Ютуб каналов Которые летят И мы не нашли Ничего общего между ними Кроме одного параметра Как только человек Который делает Ютуб Придется от того Что происходит в кадре Все летит Поэтому главный фокус Должен на том Чтобы самого героя Который снимается в кадре Нереально искрило То, что он делает И формат И смысл И идея И контекст Который он создается То есть если ты делаешь Ютуб с намерением Вообще охеренно Я сейчас хочу людей Чтобы люди кайфанули Я хочу их порадовать Хочу их там вдохновить Все летит Когда мы идем Так Какой формат выбрать Чтоб органика Бы быстрее росла Какой формат Даст нам еще 100 тысяч подписчиков Все, хана Ничего не будет идти Фокус на цифрах Убивает Ютуб И ты в этот момент понял Надо, чтобы меня искрило Да, я начал сказать Что у меня искрит Я понял точно Я тогда понял Я тогда не знал Что у меня искрит Тогда разборы еще не были придуманы Но я понял Что у меня точно не искрит У меня не искрит Сидеть на камеру Одному говорить умные вещи Говорящий глава формат Мне не нравится У меня Отдражает Мне просто такой формат Формат подкастов На аудиторию Это для того, чтобы искрило Я пришел к выводу Что Когда есть зрительский зал Любой зрительский зал Вызывает у меня искру Поэтому я Любое шоу, которое буду В жизни делать Там всегда будет Здесь кисал Просто это моя Моя кнопка Кнопка искры Мои Я буду Снимать шоу Про детей У меня будет зал сидеть Как ток-шоу Андрея Малахова Я буду снимать подкаст У меня будет зал с людьми Я буду снимать разборы Будет зал с людьми Я буду снимать экскурсии В компании К моим ученикам У меня будет со мной Хоть группа из учеников Которые будут массовкой И хлопать И удивляться вместе со мной Мне это искрит На самом деле очень забавно Я когда три года назад Начинал записывать подкасты Мне говорили все Ты каким-то странным делом занимаешься Тогда были аудиоподкасты Но видеоподкасты Не были еще так популярны Были разные трюшки А сейчас Михаил Гребенек Снимает целые залы Там люди смотрят подкасты В прямом эфире Можно сказать Это очень дорого стоит Это дорого стоит Тот зал, который мы снимаем В Сколково В матрешке У нас один съемочный день Подкастовый Стоит порядка миллион рублей А вы в ноль выходите С продажи билетов? Нет, подкасты минусят Разборы плюсовые А подкасты минусят Но просто мы хотим Делать классную картинку И нам нравится зал Там такая атмосфера Очень куларная Капсульная На черном фоне Офигительная А какие амбиции Какой стадион максимум Снять для записи подкастов? Нет таких амбиций По подкастам Мне нравится формат Я разный тестировал форматы Это 50 гостей, 100 гостей, 300 гостей 500 гостей И вот идеальная конструкция Это 150-300 гостей Ну 200-300 прям Самый идеальный слой При котором Удаются магию создать Поэтому больше не цели Как тебе самому кажется Почему этот формат Взорвал, можно сказать Последний год У всех или у меня? У всех И у тебя в том числе У тебя, мне кажется Рекордные просмотры По бизнес-тематике подкаст Да нет, мне кажется Больше ребят есть Ну, Саша Сквозков Больше номерят подкасты Ну, у тебя второе место Третье точно Ну, может что-то получается Да, тут у него классно Точно идет органика Сто пудов Да Я про это рефлексировал Мне Гриша Аветов Мой друг С которым мы тоже снимали подкаст Смотрим Да Он мне подарил билеты Мы с ним ходили в театр На Войну и мир И мы просидели В театре Вахтангово Вот неделю назад Пять часов Посмотрели Войну и мир Пятичасовый спектакль С двумя антрактами Ну, просто было супер Не просто казалось высидеть Но на самом деле Легко прошло все И Там Ты Войну и мир Помнишь, читал, нет? Да, читал Вот, там здесь и главные герои Там правда побольше Да, то есть там такая мысль Что Ну, то есть там показываются Российские ключевые семьи Да, до вторжения Наполеона Потом во время вторжения И вот как бы после Да, вторжения Наполеона Вот какой-то период И Там всех героев Вот мы с ним рефлексировали После Спектакля Все герои Войны и мире Толстой еще гениально сделал Они все Условы их можно разделить На две категории Там были Все герои Имели какую-то стартовую точку А, там, да Наташа Ростова Пьер Безухов Там, Балконский Андрей Там, отец Андрея Балконского Там, ну и так далее Отец Наташи Ростовой Сам Пьер Они все Были какими-то людьми Их Толстой очень ярко показывает Первую часть, да? Угу Потом начинается Вбрасываться черный лебедь Наполеон Вторжение Наполеона Который сжигает Села Смоленск Там, Москву И люди все теряют И люди Которые смогли Пересобраться Измениться Пройти трансформацию Эти люди выживают Все, кто не смогли измениться Их Толстой всех убил Они либо умирают Как отец Балконского Балконские полевое ранение Там, да Погибает Там, осколок Пьер Безухов Там, полностью меняет Своё отношение к жизни Наташа Ростова Полностью меняет Отношение к жизни Там, как её там Колбасило от одного Может, как к другому, да? И вот Ну, вау просто Гениальная история Там, произведение Спектакль Потрясающе Вот реально Рекомендую сходить Там очень много смысла Для бизнеса Можно подыскать И мы с Кришей Таких вышли Под впечатлением Типа, почему Нас так вот Не с вами то, что было 12 часов ночи Когда закончилось Нас так, ну, вставило Прямо Почему Война и мир Считается одним из Ключевых произведений В мировой литературе Я вот недавно В Индонезии Катался На серфинге И мы на споте Познакомились С Австралом Мужиком Ему 56 лет Он австралиец И у него в Австралии Сеть ресторанов Успешные пониматели С ними заболтали Пока волну ждали И Я говорю Типа, что там Про Россию думаете Он говорит Я вообще Россию обожаю Особенно российскую литературу Я мечтаю бывать в Петербурге И особенно Толстого Люблю вообще Говорит Я всего Толстого Достоевского перечитал Русская литература Это космос Он говорит Мне Австрал Никогда в России не был У меня, говорит Все мои дети читают Я их заставляю И я так вот думаю Мы с Кришей рассуждали А почему В чем величие Толстого Но на самом деле Почему военный мир Такое уникальное Такое уникальное произведение Оно В своем ДНК Имеет главную идею Эволюцию Толстой показал Эволюцию российских семей До и после отражения Наполеона И эволюция всегда интересна Поэтому все Что С точки зрения кинематографа С точки зрения произведений С точки зрения контента Имеет эволюцию Вызывает огромный интерес Поэтому подкасты Которые просто О чем-то Да ни о чем Не цепляют Подкасты В которых Интервьюер Помогает зрителю Увидеть эволюцию гостя Очень сильно заходят И по факту Наш подкаст Наверен Это моя попытка Показать эволюцию Пути предпринимателя Как он не имея ничего Дошел до текущих масштабных цифр Как Виктор Кузнецов Студент 150 миллиардов оборот Там 12 тысяч сотрудников Григорий Оветов Какой-то парень Там армянин Форумы Стадионы Тони Робинс Там масштабные мероприятия Ивент Компании Супер Там вообще известный Там можно сказать Крестный отец инфобизнеса В стране Один из И другие ребята Классно ты химию Подкаст Своего сейчас раскрыл На таком интересном Очень примере Разборы Это же тоже эволюция Почему разборы летят Это же тоже эволюция Мы берем героя точка Да он пока не совершил эволюцию Но мы с ним Простраиваем видение его эволюции Как тебе перейти в точку боя Эволюция Всегда очень интересно Золушка Великое произведение Большинство самых Знаменитых Кинематографических картин Это история Золушки Фильм Красотка С Джоли Робертс Ричардом Гиром Это же Золушка Была никем Простудкой Стала там Вышла замуж За богатого человека Вот зачем оказывается Нужно читать художественную литературу Не только бизнес-литературу Да, чтобы никто не подумал Если что Я чурбанная тесана Я очень мало читал Художественную литературу Поэтому и «Войну и мир» Я плохо помнил Благодаря театру Вахтангова Я немножко разобрался Кто вообще там что делал Чтобы никто не подумал Что я суперинтеллектуал Очень круто Что за 5 часов Они смогли как-то это Да, это кстати Реально уникальная возможность 4 книги с нашим ритмом Варят, ты прочитаешь Даже в красоте 43 часа, по-моему, читать Когда давно смотрел 5 часов И в целом Какое-то общее очертание Для эфлексии понятно Как ты думаешь Почему в 2023 году Твой личный бренд Так сильно взорвал? Я думаю Это совокупность факторов Внутренних и внешних Внутренние Это точка В которой накопились Знания Опыт Компетенции Психотерапия С аутентичностью Ядро Найденная тема С разборами Вот это все Помноженное на Очень большой Отток Медийных людей Из России В освобождении Инфополя Возникновение Огромного голода У населения Предпринимателей На тему новых знаний В силу того, что Огромная неопределенность На рынке И В этой неопределенности Старые модели Не работают Новых люди Не понимают Единственный вариант Их узнать Это учеба Поэтому Очень так сейчас Активно растет Рынок образования И бизнес образования И, наверное, я думаю, что Используя стратегию Малькрома Гудуэля Конечно, там есть какая-то там Во мне точно талант И гениальность Своя там, да Как у каждого из нас В чем-то Конечно, у меня есть накоплено 10 тысяч часов Там выступлений Не публичных Я думаю, у меня тысяча шесть На сцене точно есть Там пять И плюс там Продаж И управление Но я, как Стив Джобс И Билл Гейтс Оказался В 30 лет В той точке В той стране Где то, что я делаю Супер востребовано Мне супер повезло И поэтому сейчас Моя задача просто Не мешать вселенной Помогать мне расти Сейчас бы хотел разобрать Два вопроса Психотерапия Аутентичность И голод на рынке Можешь рассказать Что ты раскопал Когда ты работал Психотерапевтом Ну Тут простая механика На самом деле У каждого из нас Есть искалеченное детство По-своему Какими бы ни были Шикарными наши родители Если детство было Супертрудное Там родители развелись Родители Там кто-то умер Не дай бог Дедом Или Какие-то внутренние Семейные конфликты Постоянные Там отдавание к бабушкам Или конкуренция С семью Братьями и сестрами Это все Ребенку Нарождает Определенный Слой Болей В голове И надевают на него Определенного вида Очки Искаженные Кривые Зеркала Через которые Человек смотрит на жизнь И его решения Многие принимаются Не на основе Разумного Здравого смысла Его цели На основании Игрывайте паттерны Психотерапия Позволяет тебе Их обнаружить Она Вряд ли поможет тебе Их когда-либо Отключить Но она позволит тебе Их контролировать То есть ты сможешь Если ты хорошо этим Плотно позанимаешься Ты сможешь понять О, понятно Это сейчас во мне Короче Та детская травма Играет Она заставляет Мне такое решение Принять Я короче Не-не-не Я не буду так делать Я пойду Моим путем Как я чувствую Как правильно И в этом Замыслом психотерапии Мы тебя видим Все с картинки И уже воспринимаем Как классное шоу Ну, подкасты Или разборы Но Шоумен Да, чтобы докопаться До сути Чтобы применить Примерить как-то Твой опыт на себе Хотелось бы понять В чем твоя Аутентичность Что ты понял Для себя Я понял Что во мне Классно Уживаются Три Субличности Первая Это интеллигент Ну, интеллигент В моем понимании Это образованный Умный человек Который Что-то учит Изучает Смотрит Или фиксирует Строологические цепочки Он при этом Идет за ручку С бунтарем Который может Мутюшком что-то сказать Может там Жопы Сиськи Где-нибудь Высказать Можно громче Для интро Ну, и так далее Может там Какое-то дичь затворить Не весьма Формально Для консультанта Одеваться Я могу навстречу Корпоративную Прийти Ну, вот так вот То есть Мне так комфортно Я не считаю Что я выгляжу Не кажуально То есть Я не приду в шортах Это неуважительно То есть Я приду в брюках Но они будут широкие И приду в футболке Оверсайзный Мне нравится И третье Это шут Шут Там, да Такой как бы Весельчак Который Развлекает людей Делает им Жизнь веселее Счастливее Дает лучи Света Добра И вот эта Комбинация Шута Интеллигента И бунтаря Она вот для меня Что-то про меня нашла А тяжело было Докопаться до этих грани? Они всегда были во мне Прикол Осознать Знаешь, что было тяжело? Было Не тяжело Было Не очевидно Понять Что То Эти три вещи С рождения Были во мне И было не очевидно Что То, что я всю жизнь Считал своим Проклятием Каличностью Неадекватностью От которой нужно Сбавиться Является Моя суперсила Я всегда Стеснялся Того Что я в школе Ботан Я всегда Стеснялся Мутигнуться Перед взрослыми Людьми Или что-нибудь Там Сотворить Эдакую дичь Что-нибудь Типа Стыдно будет Я всегда Стеснялся Быть смешным При этом Очень хотел Это делать И завидовал тем Кто на сцене Шутит Типа Стендап комиков Прям я С уважением Не смотрел На их карьеру И думаю Блин Это конечно Нурлан Сабуров Великий человек Да У меня даже Недавно Год назад Познакомился С Димой Романовым Который комик Дима Потрясающе Интеллигентный парень Невероятно Образованный И вот мы с ним Встретились У Миши Дашкиева На Мастерманде В Баку И мы с ним На ужин И сидели Болтали На лавочке Я даже помню Своё состояние Дима Привет Если ты смотришь Это видео И как я думаю Что я в тот момент Больше него уже зарабатывал То есть я как пониматель Был состоятельно Более успешный Он стендап комик Очень успешный Но коммерчески Не так как я Своим бизнесом И он такой Миша Советы Что там бизнеса забирали И я прям потом Пришёл вечером И сказал Катя Я говорю С Димой Романовым Разговаривал Прикинь Я вчера его на телеке смотрел А тут мы с ним Просто за руку Все дружил Она говорит Что там Устроил У меня реально То есть я настолько Восхищаюсь Этими людьми Которые умеют Космос вообще Конечно Что они творят Мне кстати Тоже Дима Романов Очень нравится Когда я посмотрел ПТНТ Дима невероятно Крутой человек Ну и другие ребята То есть там И Иван Абрамов И Нурлан И Макар И Тамби Все эти ребята Из ЧБД То есть я понимаю Что многие там ЧБД это в чистом свете Это же бунтарство Максимальное Бунтарство в акханале Но при этом Понятно же Что люди Не могут так шутить И так держаться Не будучи образованными Интеллигентами То есть какая Интеллектуальная мощь Сформулирована в Тамби Там да Невероятно Насколько на самом деле Неглупый парень Щербаков Насколько это не просто Выглядеть дебилом Да на сцене Ну то есть При этом быть умным И в этом это вся и фишка То есть как это самое Клоуном Настоящим клоуном Может быть только очень умный человек Интеллигентный был Юрий Никулин Невероятно же интеллигентный Умный парень Мужик да Там какие вот там Анекдоты он сочинял Невероятные Это надо иметь большой ум Ты кстати Часто смотрел ЧБД Все выпуски Ну до недавнего времени Да пока они из Ютуба не ушли Там я вот недавно Обсорил пару выпусков На ВК Но что-то не очень зашло уже мне Но вот Первый этап Космический Интересно Ты Я был жутким фанатом ЧБД Я почти все выпуски Легендарные смотрел И по два раза Примерял ли ты себя В качестве гостя То есть представлял Как бы Как бы ты реагировал На шутки Щербакова Пик момент был Когда они позвали Даву Потому что Дава Это Давид Монекян Из бальных танцев Это парень С которым мы конкурировали На одном паркете Он же за мобильными танцами И он Я ни разу у него не выиграл Ни один турнир Он все время не обходил И для меня Дава был Давид большой звездой Где прям Мне сердце чаще билось Когда я знал Что мы сегодня будем С ним конкурировать И потом Когда Дава Дава Я такой Что за Дава Типа И мне говорят Это же Давид Монекян Да ладно Это он что ли Я помню Что он там танцевал Там с Каролиной Маевской Там Такими девчонками И Он пришел Съел Ну как бы Просто когда садится на стул Человек не из твоего мира Да Это ты смотришь как шоу Но для меня Как бы Дава Он имеет там Маленькую ниточку С реальностью В которой я тоже был И это запустило в голове Механизм Допущение Что а что если я там оказался Как бы я себя вел И я понял Что я наверное бы Обтекал бы жестко Я думаю Что я бы не вывез их давление И как тебе Дава Как он проявил свою Ну Не ну вообще Выпуск смешной был Реально классный Ну выпуск удался Да Самый эпик момент Когда Щербаков Ставил вот эту белую Бумагу В лить в зубы Так вот да Угорал над ним Что-нибудь Ржал когда Классно было Нет да он молодец Нормальный Конечно было непросто Ему видно было Но он умничка Продержался А возвращаясь К этим граням К которым граням Которые ты определил Ты начал ли ты их Сильнее как-то проявлять Когда ты их четко Сформулировал для себя Или меньше стесняться Как ты начал с ними работать Я начал Сначала я начал рефлексировать Где я в жизни Случайно или не случайно В эти грани бил И к чему это приводило И обнаружил Что везде Где я от этого не отказывался А это усиливал Как ключевое Везде была победа То есть первый шаг Я обнаружил Что мои слабые стороны Мои сильные стороны Но мозг этого все время Отказывался видеть И я это увидел Это вызвало вторым шагом Огромное любопытство И желание сделать попытку Где-то специально Ну экспрессивно Это подсветить И этим стали разборы И когда я увидел Что это работает Что зао нравится Что это весело Что это классно Что это полезно Что это свежо Начал вот это пить У меня сейчас Небольшой диссонанс возник Ты сказал Что это всегда было положительно Когда ты проявлял Какой-то из этих грани Это приводило К положительным результатам Положительным результатам Но ты сам изначально говорил Что когда ты проявлял Свою интеллигентность Некоторые могли воспринять тебя Как ботаник Соответственно это Это же мое восприятие А, это твое восприятие То есть это не было Окружение Фишка в том Что каким бы ты ни был У тебя всегда будут те Которым ты будешь нравиться И те, которым ты будешь не нравиться Невозможно создать Армию фанатов Не имея армии хейтеров Нет шансов Потому что Возможность сделать фанатов Только одна Это проявляться Исключительно ярко В качестве Которые важны фанатам Но любое внутреннее качество Всегда будет кому-то не нравиться Потому что это будет являться Его ожогом Его мозоли Интеллигентность Огромный пласт людей Которым нравятся Интеллигентные люди И огромный пласт Которых они раздражают Шуты, скоморохи, матершильники Огромный пласт Которым нравится И огромный пласт Которым не нравится И так далее И как долго ты работал Над тем Чтобы это проявлять То есть Как у тебя проявляет Я думаю, что до сих пор работаю Даже сейчас Для меня даже сейчас Проявление этого Обсуждения с тобой Это какой-то акт Шутовства Интеллигентность И бунтарство Я же, прикинь, бунтарю Я сейчас Но на интервью Не принято Как мне кажется Настолько без трусов сидеть И делиться всем сокровенным Но это же акт бунтарства А я буду Как если говорить Тебе не страшно Этим всем делиться Мне кажется Ты потратил Очень много денег на это Чтобы в этом Во всем разобраться Очень много опыта Пропустил через себя Страшно Но в этом Моя стратегия Единственный способ Оборвать страх Пойти в него самому И не ждать Пока тебя в него уколят Поэтому Мне кажется Именно поэтому На меня нет разоблачения До сих пор Они не имеют смысла Я, кстати, находил Ну, какие-то, может, мелкие Я находил в качестве Текстового формата Отзывы, что Михаил Гребенюк Может вас нанять на работу Максимально А, это сотрудники Которых мы нельзя Обижаться Ну, во-первых, я Кстати, хотел попросить тебя Прокомментировать Да, я очень Длитый период времени Пока учился Как-то базово управлять Был Боссом сатаной просто И Ну, реально Я относился к людьми Как винтиком в системе Неуважительно И, конечно же, очень много Боли принес И заслуженно Я получил кучу говна В комментариях О работодателе И заслуженно То есть, все, что вы прочитаете С Историей Давностью Дальше, чем 4-5 лет назад Вот, и дальше Назад Это все За дело Все, что свежак Чаще всего это обиженные люди Которые не попали в компанию Или не проявились успешно Ребята их уволили Как-то Они не прошли Наши фильтры отборы А почему ты Отказался от такой Системы управления Как будто бы Она невыгодна Ну, то есть Многие предприниматели В России говорят Что у нас только формат Кнута возможен Иначе никак Ну В их реальности Да Как у тебя это происходит В основном Сейчас Как было раньше Ну, есть там Три типа управления Это Босс терпила Когда ты терпишь И только дружишь с людьми Ну, у тебя крутой климат Бабочки Но и низкая эффективность Потом рано или поздно Устаешь Что у тебя все на шее сидят Ты врубаешь маньяка И начинаешь всех Тупором рубашить Я в этом фазе побывал Это месть за терпилу Человек психика Начает вмстить Всем новым сотрудникам За боль от старых И потом рано или поздно Компания Начинает переставать расти Потому что Маньяк эффективнее Чем терпила Потому что он добивает Результаты Но просто идея в том Что он не может Удержать команду На каком-то этапе Когда тебе нужно Выстраивать команду Топ-менеджмента То топ-менеджмент Он как дорогое Французское вино Он дорожает с каждым годом То есть чем дольше Ты ребят удерживаешь Тем дороже твоя команда Тем он эффективней И босс и маньяк Начинают разрушать У тебя все время Свежие ростки Ты только посадил Ты только О них поухаживал Они только дали Там первые плоды Ты их под корень Срубил там газонокосилкой И это превращается В постоянный Этот день сурка И третья фаза Это босс-мудрец Когда ты достаешь топор Только по необходимости И в идеале Даже не достаешь Люди так Знаешь, что у тебя он есть И лучше с тобой не шутить Но при этом Ты окружаешь всех Любовью и заботой И помогаешь людям Ну, становится лучшей версией себя А как ты этот баланс Сейчас выстраиваешь? Как у тебя получается Отследить Когда нужно доставать топор? Ну, это очень понятные Простые правила Ну, то есть, есть базовые три вещи Которые я требую от себя И от сотрудников От ребят, кто сам работает Первое Это Я требую гиперрезультатов То есть, мне важно Чтобы у человека были результаты на его работе Как понять, что они есть Это очевидно Ну, есть результаты Такой критерий Это очевидно Как я понял, что тебе надо Больше, чем там кому-либо Ну, наверное, писал Это очевидно Запрос формулировать Просто очевидно Ну, типа, ты так проявляешься Что это очевидно Второе Это динамика Надо, чтобы люди Уже на первом пункте Очевидно, возможно Из-за того, что у тебя Богатый опыт в этом В работе с сотрудниками Ну, вот как думаешь Я воняю потом сейчас? Нет Ты же не нюхал Я не чувствую Это очевидно Понимаешь? Или там Ну, во-первых, ты не чувствуешь Во-вторых, там Я такое произвожу впечатление Ухоженная одежда Новая, свежая Да, что как будто бы Это невозможно Чувак с таким внешним видом Вряд ли воняет Да Я За последний год Сделал рывок в личном бренде Сто процентов Это очевидно Ну, типа, мы даже Мы с тобой не обсуждать Метрики Это очевидно Понимаешь, да, идея? И вот так же с результатами Аксиома, конечно Да Это ощущение Ну, типа, если тебе приходится Идти разбираться А есть результат или нет Значит, его нету Потому что если он есть Это очевидно У каждого результат свой И если ты чувствуешь Что результата нет Хотя бы ощущение Такое появляется Тогда ты достаешь Ну, допустим Вот сейчас мы с Дарьи Нанимаем мне там водителей Мы пришли к выводу Что я люблю за рулем кататься Но это неэффективно Достаточно много времени тратиться И мы сейчас решили Мне только под меня Нанять двух водителей На два-два Чтобы чисто меня везде возили И вот сейчас Нас привез парень Который ты видел в машине Это вот Он сегодня тестовал мне парень Мы его не возьмем на работу Да Ну, почему? Потому что у нас есть чек-лист Для водителей Который мы сзади сформулировали И там есть такой параметр Что в машине Должны быть обязательно Сзади лежать батончики Twix, Mars и Bounty Snickers, Bounty и Twix Вот И водичка, и вен Должна быть сзади Это один из пунктов чек-листа И я сегодня сажусь в машину Открываю И там лежат, во-первых Маленькие батончики Они большие И там нету баунти Я не фанат баунти Дело не в баунти Дело в том Что ему так было надо Проявиться Что он не постарался Чтобы баунти был И чек-лист не был соблюден И при этом Еще Дарья показал Этописку с ним Когда он вечером Вчера машину готовил Он мне скинул скриншот Типа, Дарья Ну что там Вот я вот купил такие Так достаточно, как думаете? Недостаточно Если ты спрашиваешь у моего Ассистента Достаточно ли таких батончиков? Недостаточно Тем более Это очевидно уже Там Я выезжаю из дома И он сразу же Из двора Поворачивает не в ту сторону Но ты мог подготовиться Узнать у Дарья Куда мы поедем Причем знание Локации Куда мы поедем сегодня Оно было с вечера понятно Но мне пришлось Его корректировать И поэтому То есть мне очевидно Что у него нет результата При этом он Хорошо водит Видно, что уверенно Он классно там Где нужно там Перестраиваться Чуть поагрессивнее Когда мы опаздывали Он там хорошо машину подавал Там кофемани Сегодня на завтрак То есть там он классно подождал Много параметров крутых Но мне приходится уже думать Да или нет Нет Потому что нет очевидности Что у него крутые результаты Как у водителя Мы не берем его Вот так Еще одну попытку Не можешь ждать? Нет Ты всегда Нет времени на это Ну вот с Дарьей Допустим Дарья Вот вы знаете Допустим Про вас Какое событие Изменило всю игру В вашей жизни Одно единственное Одно событие Одно задание Которое она сделала Мой ассистент Из-за которого Я сказал Все Я буду с ней работать всегда Я сделаю так Что ей всегда будет классно У меня И мне будет с ней хорошо Мне пришла идея Что я хочу с Катей Ходить на всякие мероприятия Тусовки Там всякие концерты И так далее И я говорю Дарья можете собрать табличку Помните было такое задание? Собрать таблицу Расписание в Excel На ближайшие полгода Какие есть вообще там Выступления по миру Там Эмином Мадонна Что в России Кто есть? Мир и Россия Собрать таблицу Хорошо Ну я думаю Что просто Мне список выкатит Она мне Во-первых На следующий день Или в этот же день Вы прислали Ну что-то супер быстро В этот же день Вечером Ночью В один час приходит Мне смс С Excel файлом В Google Doc Где на полгода Все реально события Помечены цветом Там типа Интересный Не интересный Там а-ля Там шансон Не шансон Там структурировано Все Ну то есть Она настолько сильно Постаралась это сделать Я подумал Охереть Если она сделала Такое задание Она точно не будет Проебываться в батончиках Баунти Понимаешь? Я точно могу Не переживать Давать ей там Тотально доверять Любой там задачи Она точно Ее не сломает Да вот Это были ее батончики TX и Баунти и Марс На самом деле Я тебя максимально Сейчас понял Я когда набирал Помощников себе Тоже я закинул Там свой логин Что мне в телегу писали И я даже заметил По сообщениям Как люди подходят К этому Как они формулируют То есть там некоторые Люди допускали Пункционные какие-то ошибки То есть Все нет Сразу Сразу нет А люди не понимают Почему нет Я не работаю Корпоративным университетом По воспитанию молодежи О том как быть Классным сотрудником Это не моя работа Моя работа Делает успешный бизнес И для этого Я хочу работать с теми Кто уже готов к этому То есть история Про выращивание сотрудников Внутри компании Не про меня А про тебя все равно Да Выращивание Дело не удел Лучше про меня Но я не буду работать С человеком У меня есть аватар Понимание Что же будет на старте И у меня есть понимание Аватара Каждому в то времени В развитии Одно дело Когда ты Не соответствуешь Аватару Сегодняшнему Другое дело Когда мы с тобой Поставили новый аватар Кем ты должен стать Через год И ты к этому уйдешь Ну типа Допустим У меня есть понимание Какой должен стать Дарья через год Мы с ней это обсуждаем Очень много Что она будет директором Фэмили офиса По ней будут все водители Все ассистенты Она будет всех организовывать Там отвечать Из-за моего внутреннего Финансового директора Который будет инвестиции Контролировать Мои личные Денежные потоки Все семьи Это к чему она должна прийти Она сегодня не такая Там и скиллов не хватает И компетенции И навыков И она к этому уйдет Я надеюсь Да Ну понимаешь То есть она не соответствует Тому факту Первая Дарья пришла На подкасты И скилл Ко внимания Да И типа Но через год Если она к этому не придет У меня будут вопросы Понимаешь Сегодня я даю возможность Делать ошибки Развиваться Познавать Но типа Мне важно качество Которое в ней вижу Я верю Что все получится Но если Дарья сегодня Допустим Она будет Например Косячить В каких-то поручениях Факапить задачи Забывать мои просьбы И так далее Скорее всего Мы не сработаемся А почему ты выбрал Именно Это то же самое Что типа Если я сегодня Не заплачу зарплату Понимаешь Скажу Дарья Знаете Я передумал Короче Вам в этом месяце Будет на 50 тысяч меньше Ну ладно Может она потерпит Там месяц Но потом скажи Вот за факт Михаил Типа Мы так не договорились Я же свои обязательства держу У нее же тоже есть Аватар работодателя Каким я должен быть Я должен Заботиться о ней Уважать ее Правильно ставить задачи Чтобы она понимала их Не быть самодуром Забавношенным Который просто психует И непонятно Что он хочет Вон ее зарплату платит Я должен быть понятным И она же понятна И так скажем сотрудникам А почему ты не выбрал Путь сразу Нанятия какого-то Директора Family Office С релевантным опытом И склами Мне пока такое не нужен С точки зрения масштаба И я пока не могу Такого обеспечивать Во-первых Во-вторых Для меня Главный параметр Для директора Family Office Это тотальное Личное доверие То есть для меня Типлота И химия Что я могу Рассказать личные проблемы И не переживаю Что это утечет куда-то Это важнее Чем готовые компетенции Сегодня Поскольку с Дарей Такая химия есть Я готов дать время Подождать пока Она дорастет до этого Но она умная Она дойдет до этого Я думаю И я тебя перебил На первом же пункте Про сотрудников Можешь перейти К второму Первое это прозрачность Ой Результаты Результаты Второй динамик Должна быть динамика Я расту каждый год И вы должны расти каждый год То есть вы должны Каждый год становиться Лучшей версией себя Если человек Не успевает за темпом Который мне нужен Он либо работает В другом проекте В моем Либо работает Не подо мной А под кем-то Кто подо мной То есть SEO-2 SEO-3 И так далее Вот Как понять Что у человека Динамика Это очевидно Рост результатов Это очевидно А Тоже очевидно Да Все Понимаю На таком Уровне ощущения Скорее Это не обсуждается Ну типа В этой комнате Чисто мы сидим Вроде да Это очевидно Тут нет Мусора Срача Видно ли Что человек Который владелец Этой студии Старался Когда ее создавал Да Общий план Покажет Совета Там поставил Там какую-то вывеску Повесил свою Там да Стол без пятен Нежирный Незаляпанный Микрофоны хорошие Стульчик вроде Удобный Такой там Свет поставил Он пришел Говорит Я вам не буду мешать Ну то есть Он реально постарался Да Это очевидно Вот И третье Это лояльность Человек должен быть Тотально лоялен И предан Я также в ответ Как понять Что он лоялен Очевидно Учусь Ты уже угадал Да Но у него В какой-то степени Должна быть Слепая вера В свою руководитель Я верно понимаю Да То есть Он должен воспринимать его Как наставника В какой-то степени Да Понял Ну не обязательно То есть Просто Это как бы Это вопрос Преданности То есть Я не должен Вечером думать о том А ищет ли там Человек работу или нет Придет ли против меня Он какое-то говно В курилках А если кто-то Про меня говно запретет Он промолчит Или огрызнется И скажет Ты охерел так говорить Про моего руководителя Я не должен про это думать Я должен знать Что он всегда там Четкий А много ли ты Людей увольнял По причине Нелояльности Какой-то Отсутствие любого Из этих трех За нелояльность Это увольнение Сразу же у меня Да Но Опять же То есть Нелояльность Она возникает Не просто так Если я виноват В нелояльности Типа знаешь Там я где-то косякнул Причина нелояльности Тоже может быть разная Если это я То это я извиняюсь Я делаю вклад И возвращаю лояльность человека Когда он с ума сошел И херь творит Просто лютую Тогда конечно Это как бы Ну это подрыв авторитета Если человек Не показывает Динамики результатов То это просто Понижение Я не увольняю Я понижаю Ну или даю Более простую область Чтобы человек Ну то есть Моя задача Сохранить команду Мне хочется Чтобы если человек Не тянет Он знал Что я его не брошу Потому что Ну Нету такой гарантии Что собранная Текущая сегодняшняя команда Способна физически Вывозить Тот темп Который я навязываю Мало что Все текущие Удержатся в этом темпе Но я хочу Чтобы у всех людей Не было переживания За свое будущее Я стабильный работодатель Поэтому они все будут При делах Они все будут С куском хлеба Они все будут По своим компетенциям Возможности Получать новый проект от меня Просто может быть Меньшего масштаба Меньшего дохода Меньшего потенциала Но претендующие На справедливый их вклад Который они готовы делать Твои работники Они сколько часов В неделю обычно работают Я не знаю Ну то есть Для них главный результат Они сколько часов Они работали Да И они контролируют То есть я вообще в целом Как бы ну Даю максимальное доверие И свободу Хорошо Возвращаясь к истории Парня из Суздаля В 20 лет Он стал главным Руководителем отдела продаж Как выходить из найма То есть в какой момент Это должно случиться Тут есть две ветки Либо ты идешь Если хочешь быть бизнесменом То ты можешь стать Младшим партнером Что на самом деле Проще Эффективней Быстрее И финансово выгодней Или пойти в собственный бизнес Потому что старт не с нуля Всегда эффективней Прицепиться к большой акуле И с ней рядом плавать И есть подъедать То что она тоже грызет Пушка Ну типа Захотел бы ты сейчас Стать младшим партнером Илона Маска Да Ну и хер с ним Что ты младший партнер Ты младший партнер Илона Маска Богаче большинства людей На планете Понимаешь Вот так это работает Тут вопрос как бы Эго срабатывает А почему Если ты так очевидно Отвечаешь про Илона Маска Почему мужик Который зарабатывает 5 или 10 миллионов в месяц Чистой прибыли уже И он тебя старше На 15 лет Не может быть твоим Как бы этим Паровозом Когда ты из Суздаль И тебе 20 Да херительный Илон Маск Это твой Илон Маск Из журлебина Понимаешь Ну возникает ощущение Что ты будешь работать С ним на каком-то Ну у тебя будет Какое-то свое дело Да У него будет большая часть Процента от прибыли С этого дела Но как потом Из этой истории выходить Какая твоя цель Ты хочешь денег зарабатывать Или ты хочешь эго утешить Я для тебя принял Однажды решение Ну и это было не так давно Я понял Что я хочу зарабатывать деньги А не кичиться тем Что это блять мой бизнес У меня 100% доля Я лучше буду иметь 10% и зарабатывать Миллиарды Чем иметь 100% И зарабатывать Нищебродство Понимаешь И большинство подростков Это не понимают Им хочется свое И поэтому они вот свое И без денег сидят А иметь 5% с олигархом Это космические бабки Ты самый богатый В своем Суздале Сразу автоматом становишься Более того 5% сегодня Младшим партнерам Это ниже иначе Что 5% навсегда Ты вчера был в наемном сотруднике Продажником Алло Ты стал партнером Вкалывай еще 3 года У тебя будет 15% Потом 30% Ну там масштаб будет меняться Если мы говорим Исключительно Про финансовую состоятельность И про динамику Роста денег Личного дохода Это самый эффективный путь И дальше Если тебе уж хочется Для эго Что-то более ответственное Ты всегда можешь прийти и сказать Я всегда был предан и верен Я им останусь Можем ли мы обсудить У меня есть такая внутренняя хотелка Я бы хотел какой-то проект Где я могу быть Лидировать Мне бы хотелось это Можем ли мы Какой-то новый бизнес С нуля создать В этом поставим SEO Все, он пускай работает Передоговоримся Может даже подалим За то, что я выхожу Потому что все равно У меня доля за то, что я должен был Лидировать проект Чаще всего так будет Но в этом новом бизнесе Допустим, мы будем уже 51 на 49 Я буду старшим И вы видели, что я порядочный Все 5 лет был Я никуда не денусь Для меня это просто такая Вот внутренняя амбиция Человеческая А почему после такого Пятилетнего опыта Уже в таком случае Не делать что самостоятельно Да можно делать Свое самостоятельно Конечно Еще раз Какая цель? Заработать деньги Я считаю, что в партнерстве С масштабным предпринимателем Денег будет больше Чем самостоятельно Ты бы сам Смог бы работать В таком формате? Я в таком работаю Мы второй бизнесом Я младший партнер Но при этом у тебя есть Деятельность, где ты Ну есть результат Да, главное Эти две компании Проносят мне на одинаковую Чистую прибыль Более того, сейчас новые проекты В которые я запускаю С нуля Новые Я пригласил туда Своего этого партнера Юлю И я дал ей там Большую долю То есть я придумал проект Позвал ее туда И сделал себя миноритарем Потому что я знаю Что когда я с Юлей Я больше зарабатываю Хорошо Мы запускаем компанию Да Возможно Или если уж тогда Есть желание Прям совсем уже там Под языком тянет Хочется прям совсем Собственный бизнес Прям что вот я сам Эго играет Эго там все Эго победило во всех фронтах Но тогда самое главное Это остаться порядочным человеком И правильно уйти И идеальная картина Выйти тогда так и знаемо В собственный бизнес Чтобы этот человек Остался твоим наставником Потому что он уже построил Твой бизнес Это самый человек Почему это выгодно Сделать вам наставником На текущем этапе Точно Потому что этот человек Видел всю твою трансформацию Он уже тебя знает Как облупленного Он знает Потенциально все ошибки Которые ты совершишь У него уже есть Успешный опыт бизнеса У тебя уже с ним Есть определенный вклад В него За который ты можешь Попросить менторскую поддержку У него есть ресурсы И доверие к тебе Как личности Это значит скорее всего Ты можешь получить У него связи Деньги Там инвестиции Ну там какие-то Подсказки Советы Поэтому я бы точно выходил Делал бы из него Свой ментор И я пришел бы Сказал там Семен Евгеньевич Я вот очень вас уважаю У меня вот с детства Была амбиция Собственный бизнес Хотел иметь Вот мне 24 года Я бы там 23 года Я бы хотел собственную компанию Вы меня простите Эго Жопу сожгло Хочу собственный бизнес Без партнерства с кем-либо С вами ни с кем Если вдруг там Есть какие-то идеи Готов на младшее Ваше партнерство С удовольствием вам судить Если для вас это приемлемо Но если нет Все понимаю Очень хочу Скажите, пожалуйста Как бы я мог Правильно выйти из этой компании Правильно передать дела Чтобы это было для вас выгодно А не просто безболезненно А выгодно И могу ли я как-то так Какой я могу вклад Сейчас сделать в вашей жизни Чтобы выйти из вашей компании И вы стали моим наставником Вот если так поговорить Пушка будет Мне кажется Это даже может быть Критерием Насколько ты правильно И этично вышел Из найма У человека Если он стал твоим Если так не сделать Это запустит Кармический цикл Будущий проблем Я очень рекомендую Провести эту книжку Майкла Роуч Алмаз-награнщик Про карму Про то, что Ну если там в жизни У тебя что-то идет не так Посмотри, где ты так Проявлялся по отношению к людям Тебя все кидают Может ты кого-то кидаешь Тебя все обманут Может ты кого-то обманываешь С тобой непорядочный Может ты непорядочный Тебя неблагодарят Ты, может, неблагодарный Кармический в том плане Что потом Какой-нибудь важный сотрудник Уйдет в ответственные моменты Да, и тебе будет очень болезненный опыт Хорошо, ты запускаешь Какое-то свое дело Неважно с кем Запускаешь свое дело Как определить нишу И как понять вообще Чем нужно заниматься Как начать зарабатывать деньги Ну, если бы был наставник И тот самый старший партнер Он бы уже дал готовый проект Потому что он был бы Скорее всего сателлитом Спутником текущего бизнеса Или в той же нише Поэтому это вот Еще раз говорю Тот путь самый эффективный Но все-таки Если делать самостоятельно То, наверное, я бы Я бы точно не запускал Не рекомендовал запускать Компанию клона Этого компании Потому что это неэтично Это точно прилетит Моги так и делают Это неправильно Я бы так не делал Я не разделяю эту историю Про копирование Типа все могут Себя кого копировать Если в России Просто крайне Неэффективная Предпринимательская законодательство Пока что И в России нету Успешной судебной практики С точки зрения Защиты о неконкуренции В Америке Если ты наемный сотрудник То ты подписываешь договор трудовой В котором, как правило Есть пункт о неконкуренции Десяти лет После выхода из компании Если ты выйди из компании Запускаешь подобную компанию То тебя так трахнут в суде Что тебе мало не покажется Ты отдашь все Что у тебя есть За это Это очень важный закон Но в России, к сожалению, нет Поэтому он этически Это правильно Кто бы хотел Очень простое Понять, что такое правда Что неправда Ты бы хотел, что с тобой Так поступили Нет Ну все Поэтому я считаю, что Это полное дерьмо копировать Это ужас А когда АЯС копирует Твои разборы Делает разбор на миллиард Ну это его дело Я так не поступаю Я так не поступлю Я не буду этому Учить своих детей Одно дело Вдохновиться Там, да Одно дело Как-то смоделировать Одно дело Как-то Даже, может быть Повернуть там Реверанс Ну допустим Я там очень много концептов На разборах на миллион Выдаю Которые я узнал От Миши Дашкиева Я это не скажу Я каждый раз говорю Я это узнал У Миши Дашкиева Очень много Что я сегодня Рассказал тебе Я узнал от Маргулана Очень много чего узнал И то, что я сегодня рассказывал И это не мои знания Я отдаю авторство им Я просто Рупор, который Ретранселировал Получен опыт от них Но Другое дело Когда ты просто копируешь Ну как бы И конечно Этика у каждого своя Этика это понятие О добре и зле Да, то есть И конечно Кто-то может обосновать Что это выгодно Но Я вот не хотел бы Чтобы со мной Или с моими детьми Так поступали Поэтому я не буду сам так делать Ты как человек науки Сразу источники оставляешь Где ты взял информацию Классно Да, да Ну то есть Я очень много у кого учусь Я не скрываю этого Но я правильно понимаю Что тебе неприятно Как АЯС поступил? Слушай, я успокоился Ну то есть То есть начально Нервы затронуло? У меня сильно сгорела жопа Я скажу так Когда это случилось Прямо конкретно Вот И Там у нас была перепалка В социальных сетях Там мы друг другу писали Сейчас я максимально успокоен Ну Для нас это На самом деле Я понял, что это выгодная позиция Потому что чем больше АЯС меня копирует Тем больше он показывает тем, что я лидер рынка Я Потому что копирует лучших И тем самым он сам подставляется Он не выиграет у меня конкурент на войну Если он будет меня продолжать копировать Он выиграет только тогда Если он будет пытаться делать свое А свое делать он, мне кажется, не очень умеет Он умеет только копировать Сейчас будет переплетение с тем Что я хотел спросить ранее Про голод на рынке Я слышал Что ты ранее в других подкастах говорил Очень круто, когда появляются какие-то конкурентные бизнесы Потому что они помогают расширять рынок И приводят новых людей По сути АЯС же он тоже расширяет рынок И в какой-то степени он служит в плюс Нет? Ну да Но как бы я сам могу его расширять Ну то есть тут как бы знаешь Хорошо и с ним, и без него То есть как бы здесь в любом случае победа То есть ты по такой призме смотришь И тогда, опять же, возвращаясь к голоду на рынке Ты это воспринял для себя как плюс Потому что многие ушли И сейчас у людей ждал этого голода Я вообще, фишка в том, что я только сейчас С твоими вопросами это осознал Я сейчас рефлексировал вместе с тобой То есть как бы я так не смотрел Просто моя задача делать хорошо Максимальное количество клиентов Потому что я знаю Что количество входящего потока денег в мою жизнь Прямо профессионально количеству пользы Которую несу И если ты 10 часов несешь пользу Ты точно будешь богатым человеком Вот моя философия Я не думаю о том Маша цель запугать будет навсегда Не быстро Поэтому я очень много вкладываю в продукт Очень много То есть у нас там Наша программа НСП Ноль справа Это там двухмесячная программа Для предпринимателей Как добавить там ноль справа К личному доходу Она оффлайновая в Москве Она оффлайновая Мы тратим колоссальные бабки на ивент Космические У нас на выпускном пел Вася Баста Лева Горозий Элван У нас пел там Шнур мне его подарил ребят Да, Ленинград Ну Баста пел Мы там Колден Пелла снимали Это Где комедико прям что-то снимали Космические бабосы У меня рентабельность чистая Учитывая еще и НДС Добавок На моем запусковом продукте 49% всего Для запускового инфобиза Норма рентабельности 80% Для оффлайна 70% У меня 49% Я вообще теряю хер вот уж денег На продукте Но моя задача Делать круто людям И я знаю, что я сегодня Не дозаработаю свои 20% Я завтра дозаработаю В 10-кратном размере От того, что люди будут благодарны И в этом наша философия Резалтинга И всех моих проектов Моя задача Вот у Мурглана Я у нее сейчас в личном наставничестве Вот У Сесибая Я, кстати, как раз у тебя хотел спросить Кто твой ментор сейчас Ну, сейчас, да, это Мурглан Очень прям плотно мы с ним взаимодействуем Я прям в личный коучинг к нему зашел Стоит ожидать подкаст с Мургланом Да, я думаю, что мы сделаем Вот И у нас будут с ним казахские разборы на миллион Может, уже вышли у меня этого публикации Я в Казахстан В ноябре мы летим В ноябре у нас будут съемки Даст Бог, получится Мы снимем казахов У нас будет Казахстан эдишен С Мургланом на сцене будем разбирать вместе Он невероятно масштабный человек Невероятный ментор, учитель Просто Мурглан Калич Вам здоровья и всех благ И вот одна из идей, которую он мне рассказал При одной из первых встреч Вообще фантастическая Он говорит, я люблю играть в шахматы И у меня есть мой визависки С которыми я играю Это там какой-то чемпион по шахматам Казахстана И он говорит, как ты, Мурглан, играешь в шахматы Я пытаюсь там считать ходы вперед А ты как? Он говорит, а я не так играю Гроссмейстер ему говорит Он говорит, я не думаю про ходы вперед Я думаю об одном У каждой фигуры на поле Есть количество полей, которые она покрывает Там слон по диагонали бьет Черно-белый, ферзь во все стороны Ладья там по вертикали и горизонтали Там король вообще на одну клеточку Только по кругу может Пешка в диагонали на одну клеточку То есть по факту У каждой фигуры есть свой потенциал покрытия полей Полей у нас 8 на 8 64 поля И говорит, моя задача Он говорит ему Каждый ход я только об одном думаю Как я могу сделать сейчас следующий ход Чтобы мои фигуры Покрывали своей атакой Наибольшее количество полей Это единственное, о чем я думаю Я каждым следующим ходом Усиливаю количество атакованных полей Тем самым я с каждым секундой Усиливаю давление на тебя И рано или поздно Твой позвоночник ломается Я тебе ломаю хребет Тем, что твоя фигура Не выдержит мое давление Я назвал это суперпозицией Суперпозиция в шахматах Это когда твои фигуры покрывают Наибольшее количество полей противника Ну и на поле И вот в жизни Это же более сложные шахматы Каждое наше действие Каждое наше слово Каждое наше бездействие Является вкладом в нашу суперпозицию Ты скопировал В моменте заработал Ну а люди поржали Ха-ха-ха-бу-гага скопировал На самом деле Аяс подставился Скопировал мои разборы Люди начали писать Миша, прикольно Тебя копируют Лидер рынка По обручке По обручкам больше нас Но копируют лучших Чья суперпозиция только что усилилась Моя Мы Сделали продукт С низкой рентабельностью 49% Но люди в восторге Мы выпустили в мир 600 Людей, которые в оргазме От продукта Да, я не заработал Свои лишние 20-30 миллионов Но у меня 600 Адвокатов бренда Я 600 полей покрыл Только что А каждый еще по 10 полей Потому что у них друзья есть Потом я взял еще 1000 У меня будет 40% рентабельности У меня выйдет в мир Еще 1000 Ладей, ферзей Коней Которые будут покрывать Еще свои поля В инстаграмах Сеть, сеть, поле Я с каждым днем Усиливаю давление на рынок Это все, чем я занимаюсь Каждый мой подкаст здесь Я выкладываюсь на 1000% Потому что это еще Одно поле Которое я сегодня покрыл Твой YouTube канал Завтра еще одно Будет поле покрываться Ну просто там Если уже YouTube канал маленький Там мы не идем Потому что надо эффективно Время использовать И там я могу покрыть Одно поле Могу с твоим каналом охватом Уже покрыть там 20 полей Или 40 полей Плюс тебе очень надо Я знаю, что если Интервью очень важно И надо круто интервью получить То оно точно будет Классное по химии Вот Сотрудников качивать Удерживать Не терять Каждый новый сотрудник Каждый сотрудник компании Отработавший в команде Больше года Плюс 10 полей Которые ты покрываешь В мире Я со всех сторон Усиливаю суперпозицию И рано или поздно Я просто переломаю Хребет всем конкурентам И сделаю счастливыми Тысячи клиентов Я еще заметил Очень важную особенность У тебя Ты на любое событие Смотришь через Положительную призму То есть думаешь о том Как положительно Это на тебя повлияло Да это же огромная возможность Любое событие Оно нейтрально Любое событие Нейтрально Потому что оно Меняет баланс Интересов в мире И в баланс Это, кстати, Маргулана концепция Это он мне рассказал Он говорит Любое событие Меняет баланс интересов Любое событие В происходящем мире Оно нейтрально ЦБ поднял Ставку Ключевую ставку Финансирования Нейтральное событие Но оно изменило Баланс интересов Кто проиграл Кто выиграл Автоматом Можно подумать Да Допустим Сейчас правительство России объявило, что все застройщики страны обязаны построить или организовать проживание своим рабочим бригадам по закону, там с ноября месяца, по-моему, или с октября. Кому повезло? Плохо кому, застройщикам, хорошо кому, всем, кто работает на стройке, все приезжие, кто там, ну, наемные работники. Какая возможность открывается потрясающе? Можно строить общежитие. Уникальный, огромный рынок. А застройщику нахрен не нужно заниматься бизнесом. Основной бизнес – это девелопмент. Им не нужно строить общаги. Заниматься логистикой на автобусах. Ты просто берешь, строишь общежития эффективные, классно, делаешь там климат, чтобы работники были счастливы и говорили работателю спасибо, что ты заботишься о таком классном. Там нарды им поставь, шахматы, сделай чисто, без тараканов место, поставь режим, чтобы там никто не бухал и не буянил. Поставь хорошую кухню им, хорошую стиральную машинку, классный, душ эффективный. И купи нормальный автобус, который такой антивандальный, но комфортный, и вози их на стройку. Куча бабок. Вот события. Кажется, вот типа уроды правительства сломали рынок. Создали огромный рынок только что. Уже время подкаста нашего подходит к концу, к сожалению. И про перелидос не поговорили, но это, мне кажется, во всех остальных подкастах, наверное, обсуждалось. Очень классная беседа получилась. Спасибо тебе. Спасибо большое. И я думаю, что люди, которые посмотрели этот выпуск, они действительно могли уловить очень много инсайтов. Я буду рад, если так случилось. Напишите в комментариях, какая мысль из этого подкаста вас сильнее всего цепанула. Я обязательно прочитаю, я все комментарии читаю сам, смотрю. Мне даже любопытно, чтобы мне понимать, в какую сторону контента больше развивать. Очень было бы полезно. И, ребят, очень рекомендую вам посмотреть, ознакомиться с каналом Михаила, если вы еще это не сделали. Очень будет полезно. Действительно. Спасибо. Очень много всего. Спасибо огромное. И подписывайтесь еще на телеграм-канал Михаила Гребенюка. Спасибо, ребят. Вот. И еще прорекламирую свой телеграм-канал. Обязательно подписывайтесь на него. Подписывайтесь на этот YouTube-канал, чтобы слушать другие наши подкасты с профессорами, со студентами, с предпринимателями, с блогерами. И также слушайте нас на всех подкаст-платформах. Пока. Подписывайтесь на наш канал.